Я правильно понимаю, Оль, что все проблемы твои из-за твоего нестабильного морального состояния, потому что ты ожидаешь свою беременность, а этого никак не случится? Нет, не в этом проблема. Не в этом проблема, точно. И вообще эту тему даже не хочу разглашать и говорить что-то, не считая нужным. Ну просто у тебя нестабильное поведение? Между нами, с Димой. Там у нас все хорошо, я еще раз говорю. Дай бог. Дай бог. Ну дай бог, спасибо. Спасибо, дай. Тогда тем более, Оль, когда тебе нужно взять себя в руки и вести себя нормально, как взрослому нормальному человеку. Не больному, а нормальному взрослому человеку. Мне так мама не отчитывала, не воспитывала, понимаете? Ну может быть и зря. В смысле мы больные? Может быть иногда надо было отчитать своего ребенка. Мы обиду нормальные люди. Да? Покажи мне это. То, что я плачу, это мое внутреннее. Оль, ты плачешь каждые две минуты. Да я две недели не плакала. О, тогда это надо было ставить отдельные темы на лобно. Я вместе плачу. Хочу послушать мнение, Маш. Оль, я тебе советую вести себя более эмоционально стабильно, потому что вы уже семья, и ты должна как-то выйти из образа вот этого бренда и откинуть уже наконец-то. И приоритеты свои расставить в правильном русле. Сережа Кучеров. Человек может в браке находиться 27 с половиной лет, но у него всегда останется этот страх, что он боится высоты. Я согласен. Я Олю не вижу, что она там работает в пожарной части, и там пожары тушат в Москва-Сити. Это бред. Если у нее есть там такая паническая атака внутри, когда она забирается на Диму, ей действительно от этого страшно. В этом есть разве какая-то проблема? Я ее не вижу. Просто я не понимаю вот чего. Почему такая сильная реакция, такая эмоциональная отдача, хотя в принципе ничего такого криминального и страшного не произошло. Почему она так эмоционирует на все это? Как она говорит, что я воспитала так мама. Ну окей, просто Оль, мне кажется, ну действительно, чуть-чуть, чуть-чуть надо к этим вещам попроще относиться и не быть такой сверхэмоциональной. Вот и все. Дело в том, что уже просто возраст такой, что нужно рожать. Заниматься семьей. Если вы считаете, что у вас что-то не получается, то очень зря. Я уверена, что у вас все получится. Просто прекращайте истерики, прислушивайтесь к ребятам, и все у вас будет хорошо. Все, ребят, всем спасибо на сегодня это все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!